Девчонки, привет! С вами снова я, Кристина. Сегодняшнее мое видео будет о том, что же мы привезли из Таиланда, кроме впечатлений. Там мы были на острове Пхукете, отдохнули просто замечательно. На самом деле, чемоданы были битком, но привезли мы немного. Тяжело они были из-за того, что мы привезли фрукты. В частности, ананасы своим родственникам и самым близким друзьям в качестве сувениров. Тебе привезли немножко, но покажу. Значит, это был... мы купили слоников. Покажу вам одного вот такого, но, по сожалению, почему-то не хочет никак держаться. Бивень. Мы его приклеим. Мы купили слоника маму, слоника папу и слоника нашего будущего малыша, которого пока нет, но которого мы хотим. Вот такой вот он забавный. Он закрыл глазки ручками, у него такой пусик, ну прям как малыш-слоник. Вот. Потом мы купили себе вот такой красивый, очень сувенирчик. Это тарелочка. Кукет, Таиланд. Такая, как... Именно какие-то там виды. Это березовое море, это белые песочки, пальмы, слоники. Ну прям вот ностальгия, ностальгия. Хочу обратно. Так, потом мы привезли, ну, в подарки, понятно, всякие магнитики. Я особо не буду показывать, их немного. Куча. Так, далее. Что же я привезла себе? Ну, немного, на самом деле, из всякой бижутелии, например. Вот такие всякие разные фенечки. Вот эти оказались жутко звенящими. Когда я их покупала на улице, было очень шумно, я не услышала. Просто, когда пришла домой, была в шоке, потому что с такой звенелкой на работу, например, ходить я точно не буду. Но, возможно, летом можно будет ходить с этим в городе. Вот такие всякие фенечки. Вот такие браслетики очень милые, очень красивые штучки, женские, такие абсолютно. Очень такие гламурненькие. Сейчас покажу вам на ручке. Вот так это они одеваются, раскрываются и одеваются. Ну, я вам скажу, что мне очень понравились эти браслетики. Я прям влюбилась. Очень миленькая штучка. Мне кажется, это пройдет практически ко всему. Хотя они немножко такие, как праздничные. Но мне кажется, что по всему миру они вообще замечательные будут. Вот такой браслетик под Пандору взяла. Теперь хочу настоящую Пандору. Не знаю, что же с этим делать. Вот. Брала половину звеньев, потому что мне не нравится, когда он весь такой в звеньях. Мне нравится, когда их немножко, когда они яркие. Но плохо, что, конечно, на поддельном браслете не придется отдельно звенья у нас в Новосибирске. В общем, буду купить на настоящий. Вот такие вот фенечки на мне. Там я люблю пауки. Такой с камушком. А это ленточка на желание, которую мне завязал монах. Так, потом вот такие сережечки миленькие. Мои любимые цвета бирюзово-коралловые. С камушком в серединке. Очень миленькие сережечки. Я с них практически не была уже. Ну, они действительно такие девчачьи, женские. Мне прям очень-очень нравится. Вот такая, кстати говоря, подвесочка, которую мы купили одинаково с мужем. Которую мы теперь сейчас снимаем. Это как у меня символ удачи. Ну, и просто мне нравится, что на цене одинаковые. Хочется, чтобы с мужем было на одной волне. Вот такие сережечки-сердечки. Тоже такие девчачьи милые штучки. Чуть-чуть такие переливаются. Каким-то приятным блеском. Они как будто эмалированные такие. Ой, самые мои любимые сережки тут эти. С камушками. Очень-очень милые штучки такие. Прям морские. На самом деле, сережек там много, но они какие-то все огромные громоздкие. Как бы я такие не люблю просто. Но зато они такие специфические, всякие морские, с камушками, с ракушечками. Ну, как-то не набрала. Как-то на самом деле смотрела и выбирала, и хотела купить. Ну, сильно глаз ни на что не упал. Так, что еще? Я вам покажу. Так, на сувениры я привезла вот такие вот дезодорантики. Также из себе взяла. Это дезодорант из натурального камня какого-то. Он такой, они твердые. Его нужно мочить и потом пользоваться им. На самом деле, вещь неплохая. Как от такового самого выделения пота он не защищает. Но, однако, при этом и при всем он, по идее, вылечивает именно проблему. Ну, хотя, конечно, я сильно не страдаю. Но, я думаю, летом посмотрим его действенности. Конечно, он уступает спреям, которые я люблю. И жарко он дезодорантам. Но, одна, при этом при всем не нужно забывать, что это очень вредно. Потому что мама у меня все время со мной борется в этом плане. Говорит, что до этого может быть рак молочных желез выразовался. И лучше не нужно вообще ничем таким пользоваться, особенно аэрозольным, в области груди. Ну, как бы, мы люди все современные. Поэтому не могу не покупать такие современные действенные средства. Так, далее. Купила кокосовое масло... Простите. Купила кокосовое масло. Конечно, не могла не купить. Но, пока мы летели в самолете на высоте, при морозе, там, 50-60 градусов на огромной высоте, оно у меня, к сожалению, стало жиром кокосовым. Теперь его используются крайне сложно. Оно, конечно, выдавливается с дозатором. Я пробовала его растопить в горячей воде. Оно обратно стало белым таким, твердым консистенцией. Нет, им можно пользоваться, несомненно. Но оно густое по консистенции, очень тяжело выдавливается. Очень жаль, на самом деле. Я думаю, что нужно было брать меньше объема, но вести в ручной кладе. И в следующий раз, девочки, если вы будете думать о том, что вам провести, и думаете о кокосовом масле, мой вам совет. Используйте ту норму, которую можно провозить в ручной кладе. Это не более литра, объемкостью не более 100 мл. И как-то провозите, покупайте меньше объема. Ну, действительно, как бы, не сберегла я, провозя в багаже свое кокосовое масло. Я купила вот такую маску. Пленочную. Сейчас покажу, обозрет. Она с кокосом. Ну, как всегда, там, тра-та-та, там, все сужает опоры и убирает, там, пигментацию, такое, как всегда. Стандартный набор, конечно, обещаний. Ну, такая, достаточно неплохая. В принципе, как бы, я ничего особого не ждала. От тайской косметики, честно сказать, я ее не набирала чемоданами. Ну, я, как бы, вообще, в принципе, не особо такие уходовые вещи. Купила вот такой крем, пока не открывала. Он с мангустином. Да, с мангустином. Ну, конечно, с мангустином. И запах, и вкус, как я могла не купить. И с другим гимндафруктом, я не знаю. Вот такая вот. Достаточно большая упаковочка. Ну, просто увидела по распродаже, решила купить. Я думаю, крем, в принципе, никогда лишним не будет. Так, дальше. Что я купила из косметического? Это вот такой вот интересный очень бальзам. Он горячий, он разогревающий. Почему купила? Потому что ходила в Таиланде на массаж ног. И мне таким бальзамом натирали ножки, потом заворачивали в полотенце. И они сами по себе грелись очень сильно. Разогревались, размягчались. И я поняла, что зимой в мороз 35 градусов. В Новосибирске это самая лучшая вещь, которая могла привезти из Таиланда. И вообще самая лучшая вещь, которая может быть. Потому что ноги разогревать, это самое действительное средство, я считаю. Ну, прям волшебное просто. Так, ну, покажу еще такие наклейки для ногтей. Это так ерунда, конечно. В общем-то... А, что еще привезли на сувениры? Привезли мыло. Сейчас немножко пошуршу. Очень вкусненькие мыло привезли. Ну, на сувениры. Ну, конечно, у меня осталось больше половины. Я же набрала много. Вот такие всякие. Вот очень вкусно пахнут, кроме фруктов. Были еще манго. Но манго я раздалась-таки на сувениры. Все-таки решилась. Так, и были еще мыло квадратненькие. Очень вкусненькие. Очень долго искала мыло квадратное, чтобы они вкусно пахли. Было очень много вариантов. В основном на ночных рынках они продаются, но они ужасно просто пауют. Мыло, реально мыло, невкусно. А вот нашла именно такие вот мыло. Еще и дешевле намного, чем в изнаночных рынках. И вот именно вот эти вот, я не знаю, это марка, называется Леботе. Спа. Вот так вот. Спа-соу. Не знаю, в зеркальном отражении прочитать что-то нет. Но они, ну, просто волшебно пахнут. Вот с этими ананасами даже просто расстаться, даже на сувениры не могла. Потому что оно просто офигительное. Вот. Так, далее. Что я купила? В Дьюти Фри я купила себе немножко, на самом деле. В Дьюти Фри. Там достаточно дорогое. Называется Кинг Пауэр. Купила два таких брестка лориалевских. Один называется Кэрис Шайн. Второй называется Глэм Шайн. Вот такой вот. Цвета приятные, цвета неяркие. Вот это больше как жидкая помада. Я уже рассказывала о нем в прошлом своем видео. Оно по консистенции, когда наносишь, как что-то наносишь, водичку. Но на самом деле оно потом застывает. Помаду такую приятную, жирненькую. И при этом, при всем, как бы ее хватает реально надолго по времени. И самое, что тоже немаловажное, что у нее действительно не слепаиваются после нее губы. И они действительно достойно красиво выглядят. У обоих блесков такая кисточка в форме сердца интересная. В серединке пустота. В серединке выдавливается сам блеск. Ну, прикольный. По качеству хороший. Ну и, конечно, я купила в Дьюти Фри. Свою любимую туалет на воду. Я не могла просто не купить. Даже учитывая, что неразительная разница между ценами тайского Дьюти Фри и ценами Новосибирска. По крайней мере, я знаю, где можно купить. Но все равно. Не могла пройти мимо. Так, ну и напоследок покажу две сумки, которые я купила на букете. Они одной фирмы. Одна сумка вот такая. Это для объемной, такая для ноутбука. Брала, чтобы влез ноутбук. Вторая сумочка. Такая более для красоты. Вот такая. Значит, такая интересная. Форму держит, в принципе, свою. Ну и сумочка была по косметичке. Сейчас покажу. Света суммы. Вот такие очень удобные, кстати говоря, вещи. Собрала все, что я ношу с собой. И, например, если я меняю сумку, можно просто вытащить, переложить и другую сумку. И все. Можно, если принципиально важно, чтобы эта косметичка и сумка была одного цвета, можно просто перевалить. Так, ну, вроде я показала вам все на самом деле. Кроме подарков для себя и для других мы, конечно, привезли впечатления. Но впечатления, если я рассказывать не буду, все просто замечательно. Это Пхукет, это Таиланд. Как может, это вообще не понравится. Там люди счастливые, там местные, совершенно другого менталитета люди. Там невозможно грустить, там невозможно быть чем-то недовольным, если, конечно, ты не бяка-забияка. Поэтому, ну, все замечательно, честно. Поэтому, если какие-то есть интересные, что рассказать, я, скорее всего, буду просто выкладывать видео, то, что мы там наснимали. Видео тебе без комментариев, ну, просто с видами, просто с какими-то интересными моментами экскурсии. Поэтому ждите видео. На сегодня все. Прощаюсь с вами. Буду скучать. До встречи. Пока.